Салют 7 2017 год Главные роли сыграли Владимир Удовиченко и Павел Деревянко. 27 июля 2017 года 37-минутный фрагмент фильма был презентован жителям города Байконур с трудником Рамском Космоса и предприятием Ракетно-Космической отрасли России. Премьера полной двухчасовой версии фильма состоялась 18 августа 2017 года на открытии 5-й российского фестиваля короткометражного кино «Короче, в календарате». 4 октября 2017 года в кинозале Государственного Кремлевского дворца прошел предпремьерный показ картины, став главным событием торжественного вечера, посвященного 60-летию со дня запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. После просмотра российского блокбастера с его съемочной группой встретился президент России, Российской Федерации Владимир Путин, посмотревший фильм накануне вечера. Вообще российская премьера картина запланирована на 12 октября 2017 года. Сюжет 11 февраля 1985 года. Советская орбитальная станция «Салют», последние полгода находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно полностью теряет управление и перестает отвечать на сигналы, посылаемые из Центра управления полетами ЦУПа. Вероятное падение на Землю станции, являющейся гордостью советской военно-науки и космонавтики, может обернуться не только потерей репутации страны, но и трагедии с человеческими жертвами. Вышедшая из строя станция может упасть в любой точке планеты, разрушив любой объект и даже город. И все это происходит на фоне холодной войны и еще более осложняющей непредсказуемой ситуации. 6 июня 1985 года, после трехмесячной подготовки, руководство ЦУПа принимает решение отправить на околоземную орбиту специально оборудованную и пилотируемый космический корабль «Союз ТАИТ-13» с экипажем из двух самых опытных на тот момент действующих советских космонавтов – командира корабля Владимира Федорова и бортинженера Виктора Алехина. Перед специалистами остается труднейшая и рискованная задача государственной важности – обнаружить мертвую станцию, догнать ее, не столкнувшись, провести в космическом пространстве сложную ручную стыковку, с движемся неуправляемым космическим аппаратом, что до этого никто и никогда в истории мирового космонавтики не совершал. Проверить состояние бортовой системы и оборудованную станцию, выяснить причины неполадок и предотвратить катастрофу. Но впоследствии во время споседования станции Федоров и Алехин понимают, что шансов вернуться обратно на Землю у них очень мало. Приятного просмотра, фильм «Салют Сим» 2017 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok